здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться мои дела садовые 3 серия приглашаю вас мой сад брюссельская капуста иногда достигает высоты человеческого роста поэтому сажаю ее не в саду с капустами да потому что там она всем помешает а вот прямо на картофельнике где-то отдельной полосочкой такой ну и напомню для того чтобы был хороший урожай брюссельской капусты как только в пазухах листьев образуются качанчики размером с накаток мизинчика верхушку прищипывают это приблизительно август месяц такое случается верхушку прищипнули качешки наливаются не прищипнули качешки рыхлые любовь youtube канал задает вопрос желтеют кончики чеснока чем бы таким полить чтобы это остановить да как у нас сразу же мысль работает чем-то надо парить ну а конечно чем еще мочевина нашатырка это чистый аммиак который только навредит вашим растениям смотрите это особенность климата нашего у нас солнышко припекло очень жарко листва разворачивается начинает расти листовой аппарат а земля еще холодная не прогретая и корни не могут в полной мере прокормить ту листовую пластину которая разворачивается поэтому растение умное она начинает сокращать эту площадь питания до по мере того чего не хватает это абсолютно нормально естественный процесс просто по климату это все восстановится это все изменится само как только наладится хорошая теплая погода ничем проливать не надо если вы чеснок замульчировали с осени ирина задает прекрасные три вопроса про мульчу первое можно ли повторно использовать мульчу которую сняли ранней весной с грядки ответ да конечно можно второй снимать ли мульчу в теплице весной совсем не обязательно потому что мы снимаем ее для того чтобы земля прогрелась в теплице прогревается земля очень быстро поэтому лучше мульчу там оставлять до победного как говорится а когда сажаете можно и вовсе ее не снимать а просто раздвигать в стороны да вот этот посадочный кружочек добавить золы порыхлить совочком и туда сажать уже томаты перцы третий вопрос мульча по деревьями нужно ли ее снимать ранней весной для того чтобы прогрелась земля вот этого как раз делать не нужно потому что мульча по деревам приносит очень большую пользу приствольный круг не оттаивает раньше времени и дерево не зацветает преждевременно поэтому успевает она постоять в спокойном состоянии пока пройдут возвратные заморозки и зацветает тогда когда уже прошли возвратные заморозки то есть мульча сдерживает там прохладу и не дает дереву зацвести преждевременно а сейчас я вам покажу один из вариантов куда же нам девать старую мульчу которую мы снимаем значит тогда когда сажаем вот я посадила у стомочки уже очень тепло и я здесь сняла мульчи вот этот кулачочек да у меня получилось ведро и конечно же я бегу картофелю ранний картофель у меня пережил прекрасно возвратные заморозки я сверху вот этого еще всего укрывного накрывала его ватным одеялом потому что морозы были не шуточные быть одеялом ватным еще сверху пленкой в общем пережили мы морозы прекрасно и чудесно мы выросли огромные вот такие мы большие и нас теперь нужно подсыпать а чем же подсыпать конечно же мульчи которую я снимаю вот со всех вот этих места которые уже мне не нужно я просто беру и как вот как вот землей мы подсыпаем картофель да так же вот сейчас этой мульчу я и буду его подсыпать просто вокруг вот именно окучивать ну вот так вот первая подсыпочка ну и по мере поступления видите да что здесь что только нет это вот алисум прошлогодние ветки вот и мульча с собой грядки подгребена да вот прямо подгребла вот под кустик чтобы там могли образоваться столоны которые пойдут в стороны на этих столонах и образуется картофель ну что ж пленку можно снять оставить просто под укрывным материалом или сделать как окна с двух сторон наверное я так лучше сделаю вот можно уже картофель полить однократно тогда хорошо например по два ковшика литровых под кустик но я посмотрела в общем-то земля здесь замульчирована была и она опять же у меня здесь какая влажная потому что не рассыпается комочек а когда рассыпается только тогда когда мне этого хочется да и это означает что влаги в земле достаточно поэтому я воздержусь от полива картофеля если ситуация другая например не было мульчи на грядке то полить картофель ранее можно и опять я его закрываю оставляю теперь уже окна с двух сторон чтобы картофель дышал и продувался как редисочку разрядишь так у нее листва увеличивается увеличивается почти в два раза такая становится мощная давайте заглянем что там у нас ну прекрасная вот уже смотрите уже какая уже вот такая большущая теперь уже и вот этот приходится разряжать видите теперь уже и это тесто замкнулась вот так и съедается постепенно вся редисочка первый покос газона и мы начинаем мульчировать весь сад лучок вырос на высоту более чем 10 сантиметров и можно мульчировать между покажу вам каким образом мульчируется мульчируется земля вот лук вырос до на высоту даже более чем 10 сантиметров и уже начались покосы мульча самая первая с весны самая лучшая потому что она и с листьями с такими да с коричневыми и зеленая травка вот там я вам сейчас показываю окучен картофель уже полностью это ранний картофель который посажен в апреле месяце под укрывной и пленку так и я беру вот такой вот пучок травы и начинаю укладывать его именно между растениями вот таким вот образом все сейчас вот именно таким методом я замульчирую весь лук и конечно же в этом году я все плазмирую я все опрыскиваю плазмы тут делаю плазменный оазис об этом я конечно же вам расскажу если будет у меня такой вау-эффект все получится то самое лучшее конечно же все для вас эустомы замульчировала скошенной травой больше никакого ухода в природном земледелии не бывает мульча заменяет все мульчу поедают микроорганизмы все рыхлят землю и насыщают ее биогумусом и углекислотой поливать не надо потому что под мульчой не пересыхает земля вот у меня такая страховочный укрывной материал я закрываю сейчас в мае на ночь потому что у нас ночью 5 градусные температуры бывают давайте посмотрим на схода горошка каким образом мульча борется с сорняками вот смотрите видите в междурядье уже стремительно они пытаются наращивать до свою массу но шансов у них как говорится совершенно нет потому что в междурядье я ему такую шапку мономаха и все под этой шапкой конечно же они уже больше не взойдут вот так красота полоть ничего не нужно вообще полоть сад в природном земледелии не нужно обратите пожалуйста внимание какой слой мульчи я накладываю да вот какой слой мульчи больше не нужно потому что для того чтобы микроорганизмы поверхностные работали до которые живут на поверхности 10 сантиметров земли аэробные им нужен кислород и они перерабатывают эту мульчу только при условии что есть кислород если этот слой будет огромный то кислорода будет мало и это будет а мы их будем подавлять то есть процессы будут такие совершенно другие это будет слеживаться мульча будет слеживаться прессоваться сила соваться и земля уплотнится будут процессы обратные нехорошие и еще один момент значит с этим разобрались слой мульчи небольшой большой слой мульчи нехорошо так показывает практика ну если вы не подсыпаете только им картофель да не окучиваете теперь значит очень хочется полить да вроде бы смотришь ой суховато как хочется полить прежде чем это сделать давайте вот так вот сделаем посмотрим внутри какая там внутри земля давайте смотреть 1 2 что у нас влажная земля она у нас совершенно влажная никакой дополнительной влаги причем она нормально влажная да она вот так вот рассыпается дальнейшем никакой влаги дополнительной не нужно она принесет просто вред под мульчей вот это что делает не мульча приносит вред а излишняя влага потому что мы хотим поливать как в традиционном земледелии этого делать не нужно для того чтобы у растения у корней был кислород влаги должно быть в достатке но не с избытком влаги с избытком если я сейчас буду по этой мульчи поливать да еще потом поливать понимаете думаю что сейчас хорошо сделаю нет я сделаю так что у корней не будет кислорода растение начнет болеть она дает сигналы что я больное и конечно же слизни тут как тут потому что они у нас санитары это экосистема так работает сейчас я вам показываю шпинат рембар вот такой вот он в самом расцвете сил как говорится самой своей красе и вот такие жирные прекрасные листья здесь вы видите три разе три корня шпината а я снимаю только вот эти листья не трогая вот эту сердцевину вот эта сердцевина без конца без края разворачивает вот эти вот огромные прекрасные листья шпинат любит короткий световой день и прохладно буквально через неделю сейчас середина мая буквально через неделю станет очень жарко и он уйдет в стрелу следующая моя посадка будет в июле в июле посею в августе уже будет прекрасный такой же шпинат который в зиму идет вот в таких листьев перезимует и в общем-то всего вновь повторится здесь сидит огурчик он прикрыт потому что конфликт интересов шпинат любит прохладно у него дверь открыта огурчик любит потеплее поэтому на него вот так надела бутылочку большую редис достиг уже вот такой спелости и это означает что редис полностью готов созрел и его необходимо доставать весь из земли держать его смысла нет никакого там дольше обратные процессы пойдут он начнет становиться таким ватным дубить возможно уже пойдет цветушисть в общем у всего свои сроки у редиса тоже и его нужно вовремя убрать из земли хранится он прекрасно помытый подсушенный в полиэтиленовых пакетах в холодильнике очень долго сейчас я вам расскажу каким образом я высаживаю розы из питомника с голой корневой системой вот у меня продолжаю я осваивать свои площади и здесь у меня возле дома будет розари вот такой вот душистый можно сказать значит огромный цветник значит розы пришли ко мне в апреле заказывала я их в октябре потому что ассортимент в октябре всегда шикарный то есть там можно выбрать все что угодно когда в сезон покупаешь там в общем то выбирать уже не из чего пришли они в апреле и до мая месяца сохранялись у меня в холодильнике значит в мае когда земля стала рабочей я сняла дерн под газ подготовила посадочные ямы то есть вынимала землю 50 на 50 на 50 и мешала с компостом и залой значит заглублять или не заглублять прививку здесь дело как говорится хозяйское делают по-разному иногда производители как когда продаются розы в коробках они пишут ними не заглублять прививку иногда раз заводы говорят что до заглублять здесь в общем такая идет даже война между раз заводами но я пробовала и так и так все хорошо растут цветут и прекрасно значит если заглубляя что прививку то заглублять нужно очень рыхлым хорошим грунтом ни в коем случае не с глинком потому что это приведет к плохому цветению и к и будет будут вылетать дикие побеги да вот на что на на чем привита роза но в общем после посадки розы я обязательно закрываю их вот такими вот старыми ведрами горшками там чем угодно да это делается для чего значит дело в том что розы еще пока не имеют белых корней и они не умеют всасывать воду и регулировать свою температуру вон дракон бежит дракон бежит регулировать температуру не умеют и просто напросто стволы их сгорят давайте посмотрим почку негде будет давать вот смотрите у меня тут что происходит здесь у меня роза проснулась прекрасно проснулась и дала почки это значит что она дала белые корни пустила их и теперь умеет всасывать воду и поить себя да и прекрасно она развивается растет если бы я ее не закрыла вот этот ствол от яркого солнца от жаркого просто-напросто бы и сох и почки может быть пошли откуда-то вот отсюда то там от прививочки может быть нашлась бы какая-то а может быть и нет то есть вот таким вот образом сохраняется очень много почек открываю эти ведра эти там значит посудины только тогда когда погода пасмурная и точно будет пасмурная два-три или хорошо еще побольше да чтобы она была пасмурная вот сейчас у нас после жаркого периода вдруг значит на небе все заволокло тучами и я открываю свои розы для того чтобы одни привыкали к свету и уже росли самостоятельно без всякого ведра зона рискованного земледелия ну не зря ее так назвали что же это такое да это прилетит откуда не ждали понимаете и вроде бы не поторопилась я в этом году я все высадила не не рано да а все переждала все заморозки я радовалась что яблони цветут после возвратных заморозков и вдруг у нас татанс град невероятный град какого мы в жизни не видел не видели да и вот пожалуйста лук разодранный валяется ягод я говорила что будет очень много ягод смородины все валяется все ободрано огромным огромным градом размером наверное больше чем горох и стеной сейчас покажу поделюсь с вами таким зрелищем потому что я такого не видывала муж мой такого не видывал и все кому я это показываю тоже говорят ого ничего себе вот какой был град да не то слово все побила по ободрала все восстановится ладно картофель весь побила лук побила ой я проваливаюсь тапочках картофель весь полупила градом но ничего он весь оклемается очень жалко потому что все были яблони в цвету все побила градом клубнику вода с неба ледяная прямо ноги стынут такой слой ледяного огромного града есть большие сомнения в том что выживет морковь здесь стоит ледяная вода все забито градом конечно на утро в первую очередь я побежала смотреть морковь морковь да мой маленький дусячик маленькая моя мы побежали смотреть морковь потому что она стояла в огромной корке воды и льда в ураган все хорошо морковь сохранилась обычно такое не переносит морковка всходы маленькие да может я и не зря плазмирую сад ведь есть же такой опыт в мире когда разрушен был весь остров ураганом а плазменный сад вообще как будто не тронутый был да если приглядеться хорошо ягод на смородине очень много остается очень огромное количество давайте с вами посмотрим что такое прополка в природном земледелии вот все вроде бы красиво да но если мы будем вот так вот всматриваться что-то там дорастет да я конечно погорячилась что взяла вот это ведро я с другой целью взяла но увидела здесь значит вот такие неполадки и решила все-таки немножко прополоть это прополка на всей грядке занимает буквально одну минутку вот в прямом смысле слова минута потому что я беру вот эти растения удаляю прямо здесь между ряди их их и оставляю все равно немножко да появляется правда вот этих вот растений но их так незначительно и они так легко оттуда выдергиваются потому что земля под мульчой очень очень рыхлая пушистенькая ее не нужно размачивать там разрыхлять для того чтобы что-то сделать потому что она всегда готова давайте заглянем так что у нас там вот у нас там что вот смотрите какая рыхленькая пушистенькая земля а влажность какая прекрасная влажность и все рассыпается вот так хорошо и так я выдергиваю эти несчастные три с половиной растения и здесь же в междурядьях их и оставляю они теперь мульча пора цветение луковичных проходит быстро довольно таки быстро и листва нарциссов ложится я направляю ее распластывая по цветнику это становится мульчей отрезать их не нужно потому что из них питание должно опять уйти в луковицу нарциссы прикладываю но уже поднимаются лилии поднимается герань нарциссы вот так прикладываю и открываю новые куртинки скоро станет здесь хоста станет пион остильба дельфиниум ирисы лилейники флоксы и прочие прочие цветы если остаются небольшие пробелы до между растениями я обязательно присаживаю сюда однолетники например петунию или кочечку алисума она скоро разрастется в огромную шапку и сомкнется тоже с другими растениями в этом году в своей томатной теплице я хочу провести эксперимент эксперимент такой томаты все у меня высокорослые и высоты капельки не хватает для того чтобы томаты показали себя в полной мере вот до куда они вырастают я и моя вытянутая рука даже нет даже не совсем вытянутая да и дальше они начинают подниматься и и склоняться вот сюда да ну как бы там неудобно же мне куда-то подвязывать да ну и в общем то место очень мало получается для их развития хорошо в капельку двухметровую сажать среднерослые томаты это хорошо но если высокорослые тогда я попробую сделать вот так я буду томат не подвязывать рано как обычно это делаю да а я подожду когда он вырастет побольше буду прикладывать его к земле прикладывать к земле и пришпиливать его вот такой вот шпилькой ну канцелярская скрепка большая да вот пришпилю и верхушку буду уже значит как бы подвязывать и тянуть и и да а то что уложила на землю я просто буду закладывать мучий также методично как это и делаю в общем-то не прикладывая томаты вот такой проведу эксперимент и посмотрю может быть все таки тогда получится посмотреть на томат в полной мере его значит урожай буквально вот очень быстро я убираю всю зелень весеннюю весь среди с окончательно вынимаю из земли ботва служит мульчи до фацелия которая здесь значит разрослась буйным цветом тоже служит фацелий корни я оставляю в земле отрезая ножницами да все и руколу тоже которая зацвела и шпинат который тоже начал давать стрелу в общем то все это все что мне не нужно на еду остается здесь в виде мульчи и теперь у мне остается здесь только пекинская капуста она еще будет наливаться и томатом стало светло хорошо а еще лука здесь тоже у меня остается мы много его не едим и у меня теперь томаты открыты у них много солнца у них много здесь теперь воздуха им хорошо и теперь они примутся очень быстро в рост и вот я вам сейчас покажу как я пришпилила уже один томат которого довольно таки гибкий ствол и он позволил сделать кольцо и вот так вот он теперь будет подвязана то есть он будет расти вот так как бы подсыпан а еще правильнее сказать не подсыпан а просто вот окучен мульчой а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока